Дачники планируют работы Дчаян – профессиональный садовник и ландшафтный дизайнер. Доброе утро! Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, какие работы нужно провести на участках весной, чтобы подготовить плодово-ягодную культуру к сезону? У нас в этом году зима была очень сложная и малоснежная. Я сейчас рекомендую пролить их слегка. Если крупные деревья, то там побольше. И обрезка. Вот сейчас уже можно обрезать сухие ветки, которые мешают. И дальше у нас идет обработка. То есть мы должны обработать, взять 500 грамм мочевины и 50 грамм медного купороса. Это все разбавляется и опрыскивается. Такое опрыскивание я рекомендую только раз в год проводить. В начале весны. Затем нужно простимулировать очень, поднять иммунитет. Можно купить в аптеке витамины группы В. Чтобы люди знали, одна ампула действует на 1 литр воды. Можно все смешивать. Фолиевая кислота в таблетках, одна таблетка на 1 литр тоже. Затем нам нужно будет, когда уже потеплеет, припудрить костной мукой и золой вокруг ствола и мульчирование. Обязательно нужно мульчирование. Я рекомендую сапропель. Слой где-то 5-7 сантиметров. И это все пролить. Чем хорош сапропель? Во-первых, в отличие от травы и перегноя, там жуков не заводится. Очень богатый послужной список у него. И тем самым мы и удобряем, как бы получается, деревья. И стимулируем. И жучков вот этого всего у нас не будет. Когда вот эти работы нужно начинать? И до какого времени у нас нужно успеть это все сделать? Смотрите, где-то средняя суточная температура, когда установится 10 градусов, тогда можно уже к обработкам приступать. И чтобы это не было, сначала одно обработал, потом другое. Должен там период быть хотя бы неделю. А вот что касается многолетних цветов и кустарников, какие с ними нужно провести процедуры этой весной? Ну, розы мы не трогаем, пока укрытие не снимаем, где-то до конца апреля. Но делаем такие вот, как бы снимаем. Если это пленка, то мы ее снимаем, чтобы не получили они у нас ожог. Также, когда уже потепляет, пролить чуть-чуть тепленькая водичка, не горячая. Горячей водой вообще нельзя проливать, потому что мы нарушаем микрозимую структуру почвы. Также присыпать золой, как и деревья, и сапропелем мульчируем. Это питание, то есть стрижки мы переходим только так, стрижем веточки, которые уже у нас вымерзли. И если это уже сильно, вот в этом году, я так думаю, что это будет очень сильно, можно и под пеней уже дождаться, чтобы они из корня пошли. А вот как подготовить теплицу к посадкам? Теплицу надо ее сначала обработать внутри. То есть это могут быть фунгициды, марганцовка, хорошо, очень мылохозяйственная подходит. Затем нам нужно пролить, но это не кипятком, опять же, нарушается микрозима. Если есть возможность, сейчас снег чуть-чуть выпал, занести сейчас снег в теплицу, чтобы он как бы таял, там, и эта талая вода очень полезна, естественно, надо улучшать структуру почвы. В этом случае я, опять же, рекомендую сапропель. У него очень богатый послужной список. Там есть микроорганизмы, которые подавляют болезнетворные микробы, улучшают почву во много раз. И она также еще содержит влагоудерживающий компонент, когда нам не приходится часто там поливать в теплице. И обязательно обработка фунгицидом, то есть это фитоспорин в теплой водичке, мы проливаем почву, и все в основном. Можно сейчас уже зелень под пленочку высаживать, редиску. Ну вот сейчас начинается такое время активной покупки растений в садовых центрах. И вот как правильно выбирать посадочный материал? Посадочный материал нужно выбирать сначала прийти в садовый центр, где продают. И обязательно посмотреть, если это теплое помещение, и стоят там коробочки с растениями, и там все уже зелененькое идет. Вот такой материал нельзя брать. Надо брать в том садовом центре, где просто картиночки висят, и отдельное помещение, где они хранятся при температуре оптимальной плюс 5. И не надо брать, например, кустик, у которого там очень много зелени, и думать, что он прям... Надо брать глухие почки, смотреть, чтобы он не очень сильно проснулся. Принесли домой, не нужно в теплую квартиру. Нужно где-то передержать при температуре там плюс 10. Но как бы раннее пробуждение – это очень плохо. Вацапропель, да, про одобрение вы часто упоминали сегодня. Это какое-то завозное одобрение или здесь производится? Знаете, раньше мы как бы покупали, это было и западно, но сейчас появилась у нас возможность, и можно покупать... У нас местный производитель есть, и цена как бы достаточно оптимальна с западом получается. То есть его уже можно широко использовать, и эмульчирование, и улучшение почвы. То есть сейчас это возможно. Как раз-таки сейчас вот телефонные адреса на экране появились, можно обратиться. Наира Вартовна, большое вам спасибо за то, что пришли к нам сегодня в студии. Было очень приятно вас видеть. Напомним, у нас в гостях была Наира Акджаян, садовник и ландшафтный дизайнер. Субтитры подогнал «Симон»!